всем привет продолжаем серию обзоров инвентаря сегодня расскажу про такую накладку как in him on speed играл этой накладкой в двух версиях в софте и в медиуме данная накладка классифицируется как гибрид хотя по ощущениям она очень похожа на тензор и в принципе она именно вот от этих частей от гибриды и от липучки как раз именно ближе к тензору то есть как она ощущается то есть у накладки достаточно плотный топшет и при этом плотная но скажем так динамичная губка за счет этого плотного топ шеста у накладки есть скажем так потенциал к хорошему вращению то есть на мощных топ спинах на мощных ударах она не плывет а мяч соответственно цепляется за этот жесткий топшет и губка тоже не ватная да она не мягкая я бы сказал что она как раз средней жесткости либо у медиум версии она чуть выше средней жесткости хотя на тех основаниях на которых я играл прям очень жестко она не ощущалось это основание были это инхи в 14 про это инхи это 10 с инхи это 4 с то есть на всех основаниях кроме то 4 с накладка но чуть жестче средней в медиуме ощущалось софт версия тоже она не ватная то есть софт версия она где-то был ближе к средним по жесткости накладкам но если классифицировать среди тех же тензоров как я уже и сказал то есть это гибрид на гибрид который все же ближе к тензорам то есть он но плюс-минус ведет себя все же похоже на какой-то такой тензор не с сильной катапульты но чувство у него особо поскольку сказал уже тупший достаточно жесткий соответственно отстрел не происходит сразу да как тому классических тензоров то есть накладка выплевывает начинает только уже при достаточно хорошем там приложение силы что это дает то есть у этой накладки повышенный контроль в короткой игре легче принимать подачи легче подавать подачи вот уже конечно не так как теми же там big deeper ами но существенно легче чем классическими тензорами вот при этом если вы делаете полноценное движение если вы вкладываетесь в удар здесь уже включается губка и принципе от накладки летит достаточно бодро поэтому в целом очень универсальная накладка за относительно небольшие деньги что еще любителям тензоров будет приятно это характерный звук то есть у нее такой же чпонька еще и звук у классических тензоров там от того же доника butterfly либо как у стиге калибри то есть очень такой своеобразный тензорный звук обзор достаточно быстрый потому что что-то такого феноменального накладки нету вращает очень хорошо но в умелых руках да поэтому я всегда стараюсь говорить потенциал к вращению потому что вращает накладка или нет будет зависеть в первую очередь от вас от вашей техники насколько вы умеете это вращение создавать вот а есть ли у накладки потенциала там к какому-то максимально вращение или нет вот это как раз в обзоре можно сказать у этой накладки такой потенциал есть то есть то есть ее строение ее характеристики предоставляют вам такую возможность при этом по скорости соответственно если опять с классическими тензорами сравнивать она им чуть-чуть уступит на малых средних скоростях да именно в катапульте но за счет своей жесткости да если у вас есть правильное техническое движение если вы умеете быстро разгонять руку там добавлять корпусом потенциал опять же к скорости у этой накладки очень высокий то есть поскольку она не плывет при мощной да вот техники там китайского топ спина можно мяч разогнать очень очень быстро по долговечности это все же наверное ближе к тензорам хотя не скажу что накладка быстро убивается она опять же живет подольше чем обычный тензор но все же уже не так как там тот же юпитер тот же big deeper из других гибридов инхе то здесь накладка все же похожи на тензор кому я могу порекомендовать эту накладку ну на самом деле любым скажем так уже плюс-минус подкованным игрокам не начинающим потому что ну накладки есть свой характер плюс топшит ну скажем так не мягкий губка тоже не мягкая соответственно новичку будет сложновато именно прожимать ее до цепляться то есть вращать потому что мы просто техники недостаточно уровня чтобы ну активировать от накладку все от меня такое было когда начинающий играть в настольный теннис мне дали попробовать националку на оранжевые губки я подумал накладка стоит пять с лишним тысяч считается там в одной из лучших вращалок сейчас на сумасшедшие какое-то вращение будет и на мое удивление у меня там за полчаса игры ну существенное количество раз мяч просто слетал с накладки а почему слетал потому что у меня не было техники да я не прожимал губку а на тонком поверхностном зацепе да опять при неправильной нестабильной техники мяч равно слетает при неправильной техники мяч соответственно с накладки слетал поэтому здесь дело в технике могу порекомендовать эту накладку для тех кто сейчас играет тензорами но хочет попробовать гибриды хочет чуть больше контроля чуть больше вращения вот наверное это как раз тот промежуточный этап это наверно то промежуточная накладка либо в принципе конечный вариант который до можно поставить и переходить с тех же тензоров потому что она вращает летит конечно от нее помедленнее то есть там не такая катапульта но опять же контроля в короткой игре особенно существенно больше чем у классических тензоров вот такой вот получился обзор если вы играли если вы играли накладкой инхе мун спит расскажите об этом напишите в комментариях свое мнение про данную накладку как она вам ну а также пару слов можете сказать об обзоре правда он конечно не обзор скорее больше отзыв небольшой но какой есть увидимся в новых роликах пока а